Захотелось новенького? Опробуйте этот оригинальный, но в то же время простой рецепт чечевично-горохового супа у себя на кухне. Наваристый, сытный и очень необычный, я не пробовала ничего похожего. Такой необычный, но все же достаточно экономный и простой рецепт чечевично-горохового супа мне по вкусу иногда напоминает разве что солянку, но как бы более насыщенную что ли. Словом, вам этот рецепт приготовления чечевично-горохового супа надо опробывать у себя на кухне самостоятельно, чтобы понять, что же это за суп такой необычный. А в готовке, как видите и сами, ничего сложного и сверхъестественного нет, и даже если у вас дома ни перца, ни сельдерея не оказалось, можно обойтись и без них, а можно заменить их другими овощами, пробуйте, ведь теперь и вы знаете, как сделать чечевично-гороховый суп. Досмотри Шимвида и я предложу записать список ингредиентов. 1. Подготовим ингредиенты, все овощи тщательно вымоем, а горох с чечевицей замачиваем на несколько минут в воде. 2. Чечевицу и горох ставим вариться вместе с разрезанным пополам стеблем сельдерея, лучше сначала добавить чечевицу, потом сельдерей, а когда закипит, то и горох. 3. Пока чечевица и горох на плите, ребра разделываем, нарезаем произвольно и примерно через полчаса добавим в кастрюлю. 4. Варим все вместе, пока чечевица и горох уже будут готовыми, тогда добавим измельченные овощи, морковку, перец и картофель. 5. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Варим еще 20 минут, а затем солим, перчим и добавляем всяческие приправы по вкусу. 6. Держим на огне до готовности картофеля, а затем настаиваем под крышкой несколько минут, и можно подавать. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты Горох, половина стакана, чечевица, половина стакана, ребра свиные копченые, 3-4 штук, лук 1 штука, морковь 1 штука, картофель 4 штуки, перец болгарский 1 штука, сельдерей 1 штука, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 4-5. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду вас снова.